Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Показывает нам его только что Крупным планом Данил Как мы и говорили ранее Тот же один из лучших игроков Уральской ком tad Это не сможет Не радовать Я думаю 19 игр 18 очков Это Очень Даже Солидно Алмата в очередную атаку выбирается и невооруженным глазом видно, что, в принципе, команда очень легко разрывает среднюю зону соперника. И эти переходные фазы из обороны в атаку у них получаются пока что по первым шести минутам куда лучше, чем у хозяев площадки. Конечно, поглядим, поглядим, насколько долго это будет продолжаться и насколько долго хватит физухи. Это очень важно, поскольку в принципе в нашей лиге можно заметить, что определенные коллективы, игроки к третьему периоду подустают и, соответственно, отдают инициативу своим соперникам. А вот ястребы, их преимущество, ну не то, что преимущество, их такой, наверное, плюс, который мы заметили уже по первым семи минутам. Они очень командно, да, выбираются сразу в атаку. Все игроки идут на поддержку в атаку, что не может, я думаю, не принести результата плотов в этом матче. Небольшая рекламная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая коммерческая пауза остается позади, пока мы не видели голов в этом матче. Но игра очень интересная, можно сказать, что идет на встречных курсах. Очень много болельщиков сегодня собралось, будто это матч про хоккей Лигасы, да. В Уральске, в принципе, на западе нашей страны любят спорт и радостно, что молодежь вот так поддерживают. И это отражается на игре. Обратите внимание, за каждый эпизод до конца борются ястребы. Не сказать, что у нас такие сухие нули на табло. В принципе, есть моменты у одной такой другой дружины. Вот здесь надо давать передачу уже. Да, есть и бросок. Неплохо. Хорошая комбинация в исполнении подопечных Андрея Пелевина, но пока результативно она не заканчивается. В очередной раз шайба достается игрокам уральской команды. Рахимов борется, придерживает корпуса. Ну, тут, смотрите, сразу два игрока алматинской команды. Его прессингуют. И продолжается борьба. Наконец, кто-то своей клюшкой чуть уже из этого небольшого круга, наверное, можно сказать, убирает. Ну и вновь, да. Такая вязкая, очень плотная борьба, в которой победителями оказываются алматинцы. Но вот и ошибочка! Чуть было не наказывают. Чуть было не наказали даже. А у хозяева площадки было опасно. Отскок получился от борта. Не таким, как хотел, да, защитник алматинской команды. И вновь плотная вязкая борьба. Ее очень много. И ястребы выигрывают ее в очередной раз. Продолжается борьба. Уже суматоха у ворот алматинской команды. Да, перехватили инициативу хозяева площадки. Ощущается это, поскольку в начале матча по первым трем-четырем минутам можно было сказать, что Алматы владеет инициативой. Были броски, были хорошие моменты. А вот уже и ястребы даже в одиночку сейчас успевают, да, Свинтальский продемонстрировать свои скиллы, навыки. Но мы в этом уже очень давно, так скажем, убеждены. И поскольку Свинтальский в этом сезоне забрасывал очень-очень крутые, красивые шайбы, которые, наверное, я думаю, попали бы в топ, если этот топ был бы в шастлиге, да, так скажем. Ну а топы про хоккей и регасы, друзья, у нас выходят каждый понедельник. Поэтому голосуйте на сайте за ваши любимые команды, голы, цейвы и силовые приемы. Потихоньку мы приближаемся уже к экватору первой 20 минутки Алматинцы в атаке момент. Хорошо, хорошо разыграли гости. А вот уже и контратака в исполнении уральской команды у Типкалиев неплохо так разогнался, но все-таки не получил. Да, уже слишком сократился угол ворот и защиту. Не отставал, до конца доборолся, выиграл эпизод. Уже и завладевают шайбой хозяева площадки. Но ненадолго, смотрите, Алматинцы за счет своего прессинга как настырно борются за каждую шайбу. И вот вновь, обратите внимание, эта борьба приводит к тому, что Алматинцы вновь закрепились на площадке соперника. И в зоне защиты нужно быть очень внимательными ястребам, поскольку пару ошибок в предыдущем эпизоде чуть было не привели к пропущенному голу. Да, поддерживают болельщики. Алматинцы, можно сказать, немного таки даже, наверное, сегодня не фартануло, поскольку игра выпадает, так скажем, на воскресенье. Сегодня у нас выборы, плюс еще выходной день. И люди пришли посмотреть на своих местных любимцев. И вот она, еще одна атака ястребов. Борьба. Нет, не удается Шелихову. Нет, это был не Шелихов. Это был Максим Буланов. Ну, в любом случае, и Шелихов, и Буланов это игроки второго звена. Третий нападающий там у нас Орлан Берганов. Под 17-м номером. Ну, и в обороне. Данила Трегубов. И вместе с Богданом Куминовым. Ох, хорошая борьба. Обратите внимание, да, сейчас такая настоящая мужская борьба на половине ястребов. Ставя Аллаты с первых минут, так бросается в глаза игра Павла Неумывакина и Максима Бауэра. Максим, кстати, 2002 года рождения игрок. Совсем скоро, буквально через три дня у него день рождения, поэтому уже можно потихонечку поздравлять его с 20-летием, наверное. Неплохую, судя по всему, форму набрал, честно. Про алматинскую команду много что я рассказать не могу, но есть. Есть парни, которые бросаются в глаза вот по первым 13-минутам. А ястребы. Сейчас играют третьим звеном. А вот здесь еще один опасный момент. Так нельзя, так нельзя играть в обороне. Обратите внимание, всего одной передачи вылезает оборона соперников алматинца. Это говорит о том, что действительно есть в составе команды техничные ребята, которые могут выдавать и не такие конфеточки. Нужно их реализовывать. Пока реализация хромает. Большая рекламная пауза. Заряжай на своих париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Скачивай приложение париматч или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих париматч. Заряжай на своих париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Скачивай приложение париматч или регистрируйся на сайте. Поддержи своих. Заряжай на наших париматч. Дильныйpeł. Продолжение следует... 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 Сами лёгко с нами плана, Рёгкими растворляем, Всех лету уничтожаем, Собегу направляем. Ясны, сини, сини, ясны, Амусы, ясны и муршавские, Ажатрику, подержите, А вместе с вами, прокричите, Шёлтый, сини, сини, шёлтый, Сини, ясны, Сила, мы юродская кромила, Шёлтый, сини, сини, Шёлтый, синий, ясны, Сила, мы юродская кромила, О-о-о! С нами лёгко с нами плана, Амусы, ясны, ясны, Амусы, ясны, ясны и муршавские, Амусы, ясны, сини, сини, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также хороши были в атаке Субтитры создавал DimaTorzok Задом передачу делает Баранова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Астана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Были предпосылки к этому Конечно и у Алматы И у Уральской команды В первом периоде Было довольно много моментов Были хорошие броски, эпизоды И на контратаках Алматы На первых минутах Выглядел очень даже круто Местами сильнее соперника Но Как видим На табло пока нули Отличительная, наверное, черта В целом этого матча То, что, мне кажется, состав автоматической команды. Мы видим всего два полных звена, то есть третья звена, но не полная. Есть только тройка нападающих, но без защитников. Это, конечно же, сыграет, наверное, свою роль уже, возможно, даже в этом периоде, а может и в третьем периоде. Ну, точно, я думаю, сыграет свою роль, поскольку в таком уже, наверное, довольно высоком темпе играть на протяжении трех периодов с двумя парами защитников будет очень-очень нелегко. А вот ястребы, в принципе, обладают полностью, тремя звеньями, ну и четвертое звено, да, не полное, но оно есть. В четвертом звене, я напомню, сегодня у нас в протоколе указаны Никита Смелов, Андрей Знаемский, ну и также Ансар Путин-Калиев под 11 номером. В очередное вбрасывание выиграют хозяева площадки. Да, вот тот самый случай, когда вроде бы команда владеет, да, инициативой, владеет шайбой больше соперников, но не может реализовать свои моменты. И вот мне кажется, гол со стороны алматинцев был бы очень уместным, наверное, в плане того, чтобы, в принципе, да, увеличить темп этой игры и придать ему ярких красок, поскольку хозяева при такой поддержке в любом случае будут стараться не проиграть игру и будут идти все время вперед. Ну и следствие чего, конечно, могут быть голы как в одну, так и в другую сторону. Поэтому будет интересно. Ну что ж, ждем голов, ребята. Что еще? Очередной бросок на сей раз со стороны алматинской камы. Вот он, Чернышев. Но бросок получился не таким акцентированным. Константин Филимонов также играет у нас сегодня в третьем неполном звене, кстати, вместе с Демидом Вайговским. Ну и также под 63-м Александр Югай у нас есть. Но, как мы видим, тренер, в принципе, эту тройку нападающих вместе не всегда, да, выпускает. Поэтому в первом периоде, именно в первой половине первого периода. А вот сейчас можно и выстрелить, можно и на пятак отдать передачу, что, в принципе, и делает нападающая алматинская команда, но не успел. Здесь Али Майд Калиф подставит свою шайбу, позиционно провалился. И ясли бы завладевают шайбами. Да, у ближнего борта, да, очень много борьбы, кстати, во втором периоде. По этим четырем минутам мы можем сказать, что большинство атак алматинской команды как раз таки вот с ближнего борта и начинается. Руслан Кокенов на ваших экранах даже немножко под эту песенку, да, пританцовывает. Руслан, ну, 2005 года рождения, игрок также есть в запасе у нас. Илья Яковенко, еще один, вилки перед 2005 года рождения. В принципе, если мы взглянем на состав ястребов, здесь в основном костяк, наверное, из игроков 2004 года состоит. Ну, и вести и помладше, и постарше. Но основной костяк состоит из 18-летних парнишек. А вот здесь момент. Да, можно продолжить атаку. Пас назад. Не точная передача. Захлебнулась атака ястребов. И вот уже алматинцы рвутся вперед в атаку. Прострел на пятак неудачно, но завладели вновь шайбы. Хорошая скидочка, и надо бросать здесь. Да, хороший момент. Но не реализовали его гости. Хорошая поддержка на сегодня Уральске. Действительно, парням, можно сказать, повезло с такими болельщиками. Поскольку, ну, сколько мы показываем, игры молодежной лиги не во всех стадионах, не во всех городах собирается народ. А вот здесь, в Уральске, просто шикарная атмосфера. Будто болельщики пришли посмотреть на игру основной, так скажем, команды. Но, как мы знаем, здесь в Уральске нет команды, которая выступала бы в прохоккей Лигас. И поэтому, ну, так скажем, это небольшой намек, наверное, владельцам клубов этого города. Почему бы не выставить команду, да? Почему бы не выделить, наверное, бюджет под это? И иметь еще одну команду в прохоккей Лигаса было бы очень даже круто. Тем более, болельщики этого жаждут. Обратите внимание, на молодежной лиге столько человек. Это крутейший результат, честно говоря. Даже в Астане мы такого не видим. Хотя в Астане у нас есть целых три команды в рамках же Старлигаса, которые играют. Но такого количества болельщиков, честно говоря, я ни разу не видел. Это, конечно, говорит о том, что здесь любят хоккей, любят спорт и хотят, чтобы его было больше. Почему нет? Возможно, в следующем сезоне это исправят. Да, хотелось бы, конечно, хотелось бы. Поскольку у нас в лиге есть место для команд. В этом сезоне ташкентский хумо присоединился в прохоккей Лигасы. Почему бы не добавить? У нас множество, наверное, городов, которые не имеют своей профессиональной хоккейной команды. В том числе, получается, и Уральск. В лиге также. Мы знаем, что из многих южных городов нет хоккейных команд. Конечно, это во многом связано с, так скажем, с географией этих городов. Но развиваться, наверное, всегда можно. Первые пять минут матча остаются позади. Все еще нет голов. Да, я думаю, что из многих южных городов нет. Да, я думаю, что из многих южных городов нет. Это очень много южных городов нет. Поэтому, сейчас Алексей Байдык. Утказбед. Позиций он был. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Еще один бросок На пятаке надо дорабатывать Здесь надо плейсинговать Плейсинговать Работать И Можно поднажать Поскольку мы видим Что ястреба Ошибаются в эпизодах Теряют Шайбу Ну Невынужденные ошибки Совершают Которые Могут привести К пропущенному Конечно же В периоде тоже был момент Когда после ошибки защитника. Ястребов просто в убойной позиции оказался нападающий по махинской команды, но там выручил по итогу Руслан Кокетов. Но тем не менее, надо пользоваться своими шансами, возможностями, которые будут, ну, не каждую минуту, это однозначно. Максима Баура, мы видим. Первое звено алматинцев сейчас на площадке. Самое результативное, да, можно сказать, звено алматинцев. Если брать по сатистике игроков, а вот здесь уже и ястребы совершают атаку. Бросок с отскока улетает за пределы площадки. Небольшая рекламная пауза. Заряжай на своих в париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Париматч или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих в париматч. Заряжай на своих в париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Скачивай приложение Париматч или регистрируйся на сайте. Поддержи своих. Скачивай для регистрируйся на сайте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Уже и хозяева площадки бросают поворотом, но бросок вышел, мягко говоря, неудачно. Слышите, да, какая поддержка в местах любимцев? И вот еще один момент. Упускает. Можно сейчас в центр Васильев. Ждет передачу пока. Вот только сейчас можно поднять уже голову, отдать передачу и бросок. Неплохо. Да, не спешат. Ястребы, а вот и алматинцы могут сейчас придумать свою атаку. Ну а где, Юшка? Надо играть ногами. А что делать? Смотрите, неплохо получается, да. Будто готовится к чемпионату мира у нас Батар Мархабаев. Сегодня, я уверен, он будет смотреть игру, матч открытия чемпионата мира Катар-Эквадор. Друзья, мы ждали, наверное, этого праздника. Я думаю, там где хоккей, там и футбол. Да, есть среди наших и болельщиков, которые любят футбол. Ну и события, которые происходят раз в 4 года, оно не может, конечно же, не зацепить фанатов и даже тех, кто не причастен к футболу. Но в очередной раз упускает момент такой, да, микро-момент. Форвард. Уальские команды. Свинтальский. Но он очень активен. И не зря Свинтальский, да, имеет в своем активе столько баллов в этом сезоне, столько очков, сколько это оправданным его действиями, его скоростью, его движениями. А вот здесь можно отдать передачу. Нет. Где пас? Нет. На пас не доход. Не могут подобраться, да, на убойную позицию. А вот здесь было неплохо. Здесь было неплохо, но не оставили шайбу Адильхану Саурикову. Сауриков даже немного будто обиделся, да, после броска своего товарища по команде. Сауриков выступает в третьем звене в паре вместе с Патарханом Камеденом в обороне. Последняя минута второго периода. Ястребы в атаке. Да, выход из зоны. Неплохая передача в центр. Там не хватает поддержки в атаке. Это нужно было завершать уже. И бросок вновь. Приходится прямо в ловушку Алексея Байдека. Самым взрослым игроком в составе Алматинцев является Баттер Мархабаев, о котором мы и говорили, да, ранее, что Баттер про хоккей Лига себя чувствует очень-очень уверенно. Ну, так же есть и Максим Пауэр, который в этом матче заметен, да, очень сильно. Ну, пока не хватает. Не хватает реализации Алматинцев. А вот здесь, смотрите, неплохой выход 3 в 2, может быть. Ай-яй-яй. Как же так, как же так. Придерживает судья Эд Калиева. Эд Калиев, можно сказать, вышел, да, из себя в этом эпизоде. Ругался судей немного. Да, было положение вне игры. 20 секунд. Не удалось все-таки алматинцам сравнять счет до перерыва. 10 секунд, как бы сейчас и не пропустить. Хороший потенциал у этой атаки. Надо довести до одного броска, но нет, не такого. Браво. Отличный 6-силовой прием в этом эпизоде. И недоволен, недоволен этим нападающей уральской командой. Но время заканчивается. Я посчитал, что нарушения не было. Я с ним полностью солидарен. Друзья, счет 1-0. Пока хозяева площадки впереди. Не уходите далеко. Впереди нас ожидает и яркая, огненная концовка матча. Иван Васильевич Карта Пластиковая карта Томат Бонус Иван Васильевич Иван Васильевич Иван Васильевич Томат Бонус Иван Васильевич Иван Васильевич Иван Васильевич Иван Васильевич Иван Васильевич Арен Александра Винокурова Город Петропавловск Игра Эркеда и Кулагер Жастар Лига Это вторая игра между этими командами Первая осталась за Кулагером Сразу начали С такого выяснения отношений в силовой манере команды, но с осторожностью относились друг к другу и особо острых моментов не было, разве что в большинстве. Вот это выход Киселева, отлично его партнер отправил на рандеву с голкипером Кулагера, не смог переиграть по валям Сергея. И это уже атака Кулагера, вот нет, рука арбитра, здесь уже на отложенном штрафе играла команда Кулагера, еще Мельковец встретил в ногу Данила Пенидий и в формате 5 на 3 шайба Ербатырова. Сразу два удаления за один эпизод от торпеда и шайба защитника, смотрим как это удаление, да? Нет, это уже следующий момент здесь на подставлении, Варламов сегодня был неудержим, 77 номер команды Кулагер, принес он с помощью своей результативной игры в победную передачу, но это в будущем. Давайте посмотрим как торпеда развивает свою атаку, здесь не дал Абхайкин добить Базанову, хороший эпизод был у торпеда на добивание партнеры. Старались забросить шайбу в ворота Кулагера, не удалось Сервушкин, выход со Свериденко и забрасывать Александр Сервушкин, шайбу в дальний угол, обыгрывает галкипера Никиту Ирштейна, галкипера торпеда. Следом же эпизод снова для Кулагера, здесь в касание Анисимов бросает трехходовочек, но будет сейчас еще один эпизод в большинстве, да, вот здесь бросает Пютенков, отбивает Коваль каким-то чудом. Эту шайбу спасения. Вот здесь в этом эпизоде судья очень долго просматривал, понадобилось очень много времени, но в итоге шайбу засчитал. Три-два, торпеда выходит вперед и начинается третий период. Две шайбы в раздевалку забрасывают торпеды, третий период начинается с того, что защитники переводят шайбу, Капкайкина, Харрисова, Харрисов практически в касание, шайбу в торворот и шайба в домик. Эрштейну залетает хороший бросок от 74 номера команды Кулагер. Счет сравненный, счет 3-3 и здесь уже шла игра до сирены. Боевая, но без заброшенных шайб, очень много моментов было. Кулагер, конечно, переигрывал и сегодня тоже своего соперника в третьем периоде. Вот такие моменты были на пятаке у Коваль, а не хватало вот завершающего броска. И тут пытался на лакросс выйти, не удалось, наталкивает его на борт и отправился на 2 минуты. Автор этого столкновения Данил Беляков. Момент в сиркушке, на сходу бросовом в большинстве не попал качественно по шайбе и успел голкипер. Торпеда, вот здесь спасение от Коваль, шикарная передача и хоккеистые торпеды. Ну это уже овертайм, передача на Пениди, и Пениди переигрывает иголкипера и переигрывает защитника. В овертайме победа лагера, победа со счетом 4-3. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Кран Барыжас день второго. Второй париматч «Стархоккей Лигасы». Ну и в отличие от первого матча, эта игра результативностью особой не отметилась. Команды, конечно, старались, с переменным успехом действовали, но все у нас дохлебывалось на подступах к вратарской, на подступах к вратарям. Ну и в целом, конечно, первые два периода голами нас соперники не порадовали. Но вот были моменты, были поползновения, ну и, соответственно, и силовой хоккей у нас также сегодня случался. Но что в первом, что во втором периоде команды немало, так скажем, удалялись. И, соответственно, реализовать большинство долго ни у кого не получал. Ну и, конечно, опять же, хочется избегать каких-то журналистских штампов. Но все-таки такие мальчики, как и вчера, страшно называть до первой ошибки. Ну и ошибка эта случилась уже у команды из Караганды. Хотя хозяева, конечно, немало. Суды создали у ворот Шестакова, но, опять же, реализация, есть вопросы, есть моменты, но головки не случилось. Ну а Барыжас уже в третьем периоде, конечно, свое взял. Вот здесь и в штангу Шайба попадала. И, соответственно, вот сейчас посмотрим Шайбу Трегубова. Алексей Трегубов, ему здесь Алишер Демил осировал. Но если смотреть на этот гол уже, наверное, при таком ракурсе, то казалось, что там Демил подставлял клюшку, но нет, все-таки Трегубов открыл счет. Ну и это случилось у нас буквально до 5 минут до окончания третьего периода. И казалось, что сейчас Крам большими силами бросится отыгрываться, но Барыжас вторую Шайбу забросил. И это сделал у нас Асаналий Саркенов, капитан Барыжас. Здесь, конечно, знакную суету в зоне, особенно у Вратарской Дубовича, соперник создал. И вот оставалось только уже Саркенову переправить Шайбу в ворота, с чем капитан Барыжас исправился. Ему там Потапов и Манажанов ассистировали. Ну и дальше уже удалился хоккеист Барыжас. И, соответственно, здесь чуть-чуть была потасовочка у нас не случилась. Вот здесь Аламов сейчас на вороте, Шайба будет в воротах, но ее не засчитают. Там вот только поднятые орбитры смотрели видеоповторы, и в итоге пришли к выводу, что эта Шайба была заброшена вне правил. Ну, концовка игры. Снимали уже с ворот Дубовича. Шестерон действовали против пятверых хоккеистов. Но все-таки свое взять в кран сегодня не сумел. Зато Барыжас в этом компоненте преуспел. И Балашаева в пустые ворота отправлены. И таким образом Саркенов с передачей Альмира у Разбаева поставил жирную точку в этом матче. Барыжас сегодня добивается крупной победы. А самое главное сухой. Поздравляем кипера команды Барыжас. Шестакова с сухарем. Ну, а команду из Астаны с победой. 0-3. Кран Барыжас. 0-3. Сегодня астанчане побеждают. Ну и, соответственно, 3 очка увозят с этого выезда. Ну и итоговая статистика. 38-29 броски по воротам в пользу Крана. 38-29 также выигранные вбрасывания. И вновь в пользу карагандинцев. Одна шайба в меньшинстве. Вот, кстати, когда Саркенов в пустые отправлял, тогда Барыжас сыграл в меньшинстве. 16 штрафных минут у Крана. И 22 у команды из Астаны. Такова статистика. Ну что ж, прощаемся с вами. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА